До восьми возросло число погибших при пожаре в Москве в доме на Никитском бульваре. Об этом сообщили в Следственном комитете. В списке жертв, в том числе, двое детей 12 и 5 лет. Площадь возгорания составила почти 2000 квадратных метров. Причем загорелись деревянные перекрытия между этажами, что особенно осложнило работу пожарных. Два этажа выгорели полностью. Весь подъезд залит водой и пеной. Жители разъезжаются по родственникам и знакомым. Репортаж Дмитрия Блинникова. На месте возгорания весь день сегодня работают следователи, дознаватели. Пытаются понять точную причину пожара. Одновременно опрашивают свидетелей, очевидцев и председателя ТСЖ, которая должна рассказать о техническом состоянии дома. Жильцы сгоревшего подъезда собирают вещи и отправляются на дачу, к друзьям. Вернуться они не скоро. Полностью выгорели два этажа. На остальных чувствуется сильный запах дыма. Квартиры затоплены. Поедем в отель, в гостиницу. Все, будем с детьми, с двумя детьми. Пожар начался ночью в квартире дочери дирижёра Юрия Башмета Ксении. Версия с неисправной проводкой основная. Идут новости. И там было написано, что пожар на этом бульваре, на Никитском. Я написал смс, потому что я волнуюсь. Она мне перезвонила. И ошарашила тем, что это именно у неё. Тушили до самого утра. Открытое пламя удалось сбить. Но огонь перекинулся на квартиры снизу. Обрушились потолки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Почувствовал сильный запах дыма. Потому что загорелась квартира над моим соседом. Я, соответственно, вышел. А там пламя хлещет. Пришли пожарные. Стучали в чёрный ход. И быстро надели нам маски и вывели. Дом 12 на Никитском бульваре. Объект культурного наследия. Во дворе снимали место встречи. Изменить нельзя. А в квартирах живут известные артисты и музыканты. Певица Любовь Казарновская, актриса Ингиборга Дабкунайте, художник Ника Сафронов. Дома в этом году исполняется 105 лет. Он весь из дерева. Здесь деревянные стены. Вот слышен глухой стук. И деревянные потолки. Неудивительно, что пламя так быстро охватило этажи. Но жильцы говорят, этого можно было избежать, если бы не перепланировки, которые соседи регулярно проводят в своих квартирах. Там эти перекрытия, деревянные, под ними лежат вот такие вот рельсы, под всем этом. А многие, кто ремонт производил, они вообще это дерево уже убрали. Квартиру, в которой произошел пожар, Юрий Башмет приобрел для дочери. Прежний хозяин, иностранец, из коммуналки на три семьи, сделал апартаменты. Он там беспокоил соседей. Он беспокоил соседей? Да. А как его звали? Джефф. Он из какой страны? Из Англии. Джеффри Баум снес все перегородки. Жильцы долго судились, но все процессы проиграли. Над нами полностью заменили все перекрытие, понимаете? И я ходил, смотрел все время, думаю, что-то они там делают. А до этого, как рассказывают соседи, брат художника Сафронова переоборудовал чердак над своей квартирой, соорудив жилую мансарду. Трещины в подъезде до сих пор не заделали. После сегодняшнего пожара эксперты оценивают ущерб. Часть здания наверняка закроют на длительную реконструкцию. Дмитрий Блиников, Италий Дуплич, Егор Вожлецов, Сергей Кукушкин. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Блиников, Италий Дуплич, Егор Вожлецов, Сергей Кукушкин. Дмитрий Блиников, Италий Дуплич, Егор Вожлецов, Сергей Кукушкин.